У переполненной 9 мая площади до сегодняшнего дня есть свое влияние политического значения. Долгие годы у нашего народа и у разных политических деятелей преобладало мнение, что армянского народа нет, что мобилизация невозможна, что народ уже не выйдет на улицу и так далее. Во-первых, была развенчана для начала эта важнейшая ложь, то есть армянский народ не умер, он жив. Тем более мы помним, вокруг какого вопроса движение Багдата Сарпазана началось, что было так важно, вокруг идеи отказа отдавать армянскую землю. И здесь также было очень важным, как с международной точки зрения смотрелся армянский народ, который, кажется, готовился сам себя похоронить. Вдруг десятки тысяч людей объединяются вокруг одной идеей, что нельзя уступать врагу какую-либо территорию, отчизны. Иными словами, армянский народ показывает признаки жизни. Кроме данного важнейшего приобретения, успеха объединения людей, имеющих оппозиционные взгляды, также вокруг четкой повестки, в этом случае повестки о сравнении Пашиняна, о чем было заявлено 9 мая на переполненной площади, не могло не быть положительного результата. Если многие считают, что 12 июня властям в каком-то смысле удалось сдержать всплеск народа, складывается впечатление, что таки есть. Потому что, кажется, после этого дня движения, я считаю, что они сильно ошибаются. Как я сейчас сказал, это влияние активности десятков тысяч людей продолжится. И я не исключаю новые активности еще до сентября. Так как, мы все знаем, Сарпазан также заявлял об этом, о возобновлении активности в сентябре, что нужно мобилизовать силы и навязать волю народа, чтобы избавиться от этих извергов. Я не исключаю сюрпризов до сентябрьской активности. Почему? Я уже сказал. Потому что это влияние все еще продолжается. До 9 мая мир смотрел на нас с одной точки зрения, сквозь однячки. А после 9 мая сквозь другие. Поэтому, если у разных каких-то геополитических центров были какие-то планы, связанные с нашей страной, они в это время пересматривают их. Я не исключаю, что в рамках логики этого пересмотра однажды мы проснемся и услышим, что Пашиняна политически уже не существует. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.